Сиди дома, не выходи и никому не показывай свою маленькую ляльку до года, а то ее какая-нибудь там бабка проклянет. Еще мало того, не забывайте, что нельзя выставлять в социальные сети своих детей. Благо, все вот эти вот, не знаю, предубеждения на длительной дистанции за последние там 5-7 лет сходят на нет, и мы с вами становимся все более вменяемыми и все более адекватными, что там сглаза порчи и так далее нет. И мало того, девочки даже начинают путешествовать со своими маленькими ляльками. Об этом мы с вами и будем разговаривать в этом видеоролике. Разберемся с тем, что нужно взять с собой в поездку, когда можно в поездку, что делать с морем и с маленькой лялькой, каким странам лучше отдавать свое предпочтение. Ну и наконец, в конце я дам вам полноценный чек-лист, что надо с собой положить в чемодан, чтобы все наверняка у вас было. А меня зовут Владислав Чинчак, я врач-серапевт-неанатолог, консультант по грудному вскармливанию. Погнали! Итак, вы решили поехать в отпуск. Очень здорово, классно, я за вас безумнейшим образом рад, потому что вот доктор Чинчак сидит такой в июле летом и снимает для вас видеоролики, а вы там путешествуете. И слава богу, хоть кому-то хорошо в этой жизни живется. На чем я в первую очередь хочу заострить свое внимание. Как вот врач-неанатолог, я все-таки настоятельно рекомендую ходатайскую за то, чтобы первый месяц жизни ребенка вы все-таки никуда не ездили. Потому что путешествовать с новорожденным ребенком, летать на самолете и купаться с ним в океане, ну реально как бы не самая лучшая идея. Самая рациональная, ну понятно, что, конечно, чем позже, тем лучше, потому что, ну, детям там первых двух-трех месяцев достаточно сложно садаптироваться. Ну вот давайте хотя бы поставим, ну там, точку фиксации. Я не буду говорить сейчас, что я истинно в последней инстанции, но вот путешествие с ребенком, в особенности грудным, я бы начинал ориентировочно с трехмесячного возраста. Когда более-менее садаптируются и кара, и все системы, и они смогут более спокойно, в силу того, что уже сформировались и режимы, и структуры, переносить перелеты и там смену климатических зон, там и даже часового пояса. Понятно, да, что я не могу исключать там того, что бывают истории с тем, что там надо РСЧС куда-то переезжать и ехать, и даже там с новорожденным ребенком, но если все-таки у нас не стоит какой-то вот этой вот сложной, там нет ложной задачи, то еще раз лучше вот где-то вот три плюс месяца. Вот там это будет самое прекрасное и великолепное. И один из самых частых вопросов, который мне пролетает там в директ в анализограмме и так далее, в особенности в летние промежутки времени, а когда можно купать маленькую ляльку в море или в океане? И ответ вам здесь скорее всего не понравится, потому что он будет достаточно консервативным, хотя огромное количество там дедушек, бабушек и там специалистов в интернете говорят о том, что соленая вода для кожи там для всего это прекрасно, здорово, классно и полезно. И да, может быть для взрослых это и полезно, я честно говоря не знаю, но если учитывать все возможные факторы риска, то лично я бы вам рекомендовал купать ребенка в океане или в море только после шестимесячного возраста. Потому что существует такая очень интересная история, которую на загнивающем западе, там наши буржуйские американские коллеги, они ее называют рекреационная водная болезнь, которая ассоциирована с тем, что абсолютно в любом океане, водоеме или речке, даже если вы вот в речке решили искупать свою маленькую ляльку, всегда помните, что там плавают частички какашек, кисок и собачьих. И вот эта вот рекреационная водная болезнь проявляется симптомами, которые очень сильно похожи на там аллергию на смесь, да, отравление, простуды, то есть это все может сопровождаться комплексом разных симптомов, которые очень сложно будет со всем этим делом связать. То есть может появиться и понос, а может появиться кашель с температурой, а может быть это просто будет какая-то непонятная ссы. Я думаю, никому Америку не откроют, да, что в огромном количестве стран, там Юго-Восточной Азии, в особенности вообще не заморачиваются касательно всех этих там канализационных историй, да, и какашки смываются прямо в океан неподалеку от пляжа. И что вы там уж грешить на там даже другие страны, если говорить там про наше Черное море, там аналогичным образом абсолютно спокойно через трубу идет говно. Если не верите, можете погуглить, посмотрите и узнаете. Поэтому, исходя из этого, делаем соответствующие выводы, что если у нас есть фактор риска для ребенка, мы его там не купаем. И в то же время помним, что если мы с вами, как мамы, решили искупаться, мы можем это делать. У нас более-менее там иммунно-барьерные функции, в отличие от ребенка там первого года жизни, адаптивные к этому, ко всему. Мы всегда и всегда, когда искупались, или потрогали там какую-нибудь живность, там рыбку, или еще что-нибудь, ручки, либо каким-нибудь спиртовым раствором, либо санитайзером, либо с мылом помыли, но все равно какую-то первичную вот эту вот обработку провели, чтобы минимизировать факторы риска вот этой вот рекреационной водной болезни, о которой мы с вами только что проговорили. Ну а если вы сейчас пребываете на этапе беременности и готовитесь к встрече с вашей маленькой новорожденной лялькой, то специально для вас я разработал уникальную программу «Новорожденный», где за 16 видеороликов мы с вами вдоль и поперек разберемся с основными моментами касательно уходовых процедур за вашей маленькой новорожденной лялькой, узнаем, что вас будет ждать первые 3 дня в роддоме, наладим грудное вскармливание, ну и мало того, обретем подружек по животу, ссылочку оставлю в описании. Ну а если вы хотите быть под полным контролем, то услуга «Лялька под ключ» специально для вас. 4 специалиста, врач, вкушер, гинеколог, терапевт, неонатолог в моем лице и консультант по грудному вскармливанию проведут вас по нашей дорожной карте, которую мы разработали на основании самых авторитетных медицинских источников. Анализы, созвоны, ЧА24 на 7, все для того, чтобы ваша беременность прошла качественно, комфортно и, самое главное, с удовольствием. Ссылочку тоже оставлю в описании. Но все-таки, если вот мы в ситуации, что купать маленькую ляльку хочется, ну я вам запретить, понятное дело, не могу, но очень сильно хочу вас попросить соблюдать определенный свод правил и условий для купания вашей маленькой ляльки. Давай сейчас пустим чек-листом, чтобы вы это знали и отдавали себе отчет. В первую очередь, это возраст, да, чтобы наш ребенок был не младше 5-6-месячного возраста. И чтобы, мало того, у него стояли все соответствующие прививки. Пункт второй, тоже спасибо за южь не знала, да, но лучше я об этом проговорю, чем не проговорю. Это мелководие. То есть лучше все-таки купать и блутухать маленькую ляльку, не на глубине, да, когда ты там заходишь полностью там по грудь, да, или по шею, и ляльку вот так вот над собой держишь, да, и плаваешь, чтобы она чувствовала эту глубину и ощущение, а все-таки заходить куда-нибудь там по коленку, по щиколотку, садиться на эти корточки и вот ляльку вот так вот искупнуть, чтобы ей было прикольно. Также обращаем свое внимание, чтобы не было там никаких волн и подводных течений, потому что даже сидеть на корточках тебя там абсолютно спокойно может там и сдвинуть, и смыть, и маленькую ляльку можно уронить. Я думаю, понятно, да, что никому маленькую ляльку утопить все-таки не надо. Ну и еще несколько пунктов касательно речек и озер. Настоятельно рекомендую обратить на это свое внимание, потому что это тоже может быть фактором риска. Едем дальше. Если по каким-то причинам вы еще не выбрали курорт, куда вы поедете, не выбрали страну, то позвольте доктору Ченчак влезть в ваши выборы и дать тоже несколько критериев, на которые я вам настоятельно рекомендую обратить свое внимание при выборе, соответственно, места, куда мы с вами поедем отдыхать. Критерий номер один – это выбирайте, пожалуйста, страны, где любят детей. Ну уж понятно, да, что существует ряд стран, я думаю, что это больше какие-то восточные истории. Ну поправьте меня, если я сейчас не прав, просто вот, ну, на мой взгляд, это очень важная информация. Я точно знаю, что там в Испании, в Португалии, там в азиатских странах, в Израиле, Турции, Египте, там хорошее отношение к детям. Мало того, там и турки, и вот все эти люди, они любят наших российских детей, и они любят вот эти вот семьи, которые приезжают вместе с детьми, и даже там больше им всяких плюшек и приколов перепадает. И мало того, вот эти вот страны, которые я сейчас перечислил, они вот максимально спокойно относятся и к детской истерике, да, и к плохому поведению, что если ребенок там шумит, там пищит, плачет, или исполняет там разного рода дифферамбы и штуки, которые могут людям не понравиться. Потому что понятно, да, что первичный отпуск – это наш комфорт, и желательно выбрать страну, где никто на нас с вами не будет смотреть вот так вот из-под плеча и думать, ну вот привезла там свою маленькую ляльку, почему я ее должен слушать. Просто в этих странах очень хорошо вот этот вот туристический сервис, да, развит, и там со всем этим делом более-менее спокойно и хорошо. Также для девочек, которые кормят своих маленьких ляля грудью, настоятельно рекомендую обращать свое внимание на страны, где с этим все нормально и спокойно. Опять-таки, надо было подготовить, конечно, страны, где с этим не нормально, но они присутствуют. У меня, к сожалению, только готово, где с этим нормально. То есть чаще всего это страны там Западной Европы, где ты можешь там кормить абсолютно в любом месте, это все является вариантом абсолютно нормы, и никто на тебя там криво-косо смотреть не будет. Также при выборе места, куда мы с вами поедем, настоятельно рекомендую обращать свое внимание на эпидемиологическую обстановку. В особенности, если там, не дай бог, у нашей своей маленькой ляльки еще не все прививки поставлены. То есть, ну, посмотреть эпидемиологическую обстановку по разным заболеваниям можно на сайте. Сейчас у нас появился на экране, и ссылочку я вам оставлю в описании, чтобы вы посмотрели, где более-менее безопаснее. Также в контексте эпидемиологии, но это уже такая больше экология, тоже настоятельно рекомендую обратить свое внимание на уровень загрязнения воздуха в стране, в которую вы поедете. Потому что, еще раз, если нам с вами, взрослым, это вот сыграет, конечно, погоду на длительной дистанции и может повлиять на наши органы и системы, то когда мы с вами говорим про ляльку первых там шести месяцев или первого года, у них еще очень сильно чувствительные органы, структуры, там ткани, слизистые рецепторы, и навредить им просто плохим воздухом тоже вполне себе возможно. И, наконец, последнее в контексте отдыха с ребенком. Если вы, конечно, не живете вот в таких регионах и в таких областях, где вот высокогорье, да, где высокий уровень там над уровнем моря, да, где вот все такое вот оно холмистое и высокое, то, ну, настоятельно рекомендую с ребенком по таким местам не ходить, потому что это, ну, как минимум опасно, да, и, ну, не каждому взрослому под силу все эти там перепады давления и так далее терпеть. Поэтому, если вы в этом живете и родили там ребенка, то, в принципе, окей, можно. Но, если вы никогда в таком не были и решили там с трех-шестимесячным ребенком там забраться на какую-нибудь Гималайскую гору, то, ну, это будет не самое лучшее решение. Ну, а теперь настало время чек-листа, что нам с вами нужно собрать с собой в поездку. Что будем брать в ручную кладь для ребенка там, ну, первого года жизни, давайте так скажем. Ну, в первую очередь понятно, что нам пригодится запас памперсов там на 2-3 ночи, да, на случай, если там, ну, разные эксцессы, извините меня, бывают там в самолетах, да, у меня относительно недавно вот товарищ застрял там, летел ко мне в Москву, а в конечном итоге оказался в Нижнем Новгороде и несколько часов там просидел, да и то ему еще и повезло. Потому что иногда, и огромное количество этих случаев в интернете происходит, что самолет может задержаться и на сутки, и на двое, да, и понятно, что в аэропорту там купить памперсы или еще что-то, это достаточно сложная история. Дальше у нас с вами идет большая пачка влажных салфеток без спирта, то есть, ну, мы это все к разговору про подмывание и так далее, да, что понятно, что самое лучшее, что можно сделать в контексте подмывания, это подмывать под обычной проточной водичкой, но нести ребенка там в аэропорту там или в самолете, да, это, ну, нерациональное действие, поэтому салфетки в этих ситуациях у нас с вами это инструмент. Дальше у нас с вами идут кремы под подгузник, несколько тканевых пеленочек, две бутылочки, если вы кормите смесью, сменная одежда для ребенка, сменная одежда для себя, если ребенок у нас с вами срыгнет. Также нам с вами нужен пакетик или тканевая какая-то сумка для грязного белья, ну, это в контексте переодевания, да, что всегда может у нас с вами случиться. Также смесь на пару дней там или ночей, это тоже к разговору о том, что если самолет там, не дай бог, где-нибудь остановится и придется переждать, да, чтобы не надо было ходить там и побираться и искать, чем накормить своего ребенка. Санитайзер для рук и антибактериальные салфетки, чтобы там в любой непонятной ситуации где-то что-то испачкалось, да, или подцепилось, схватило, можно было руки обработать. Пауэрбанк, мы же с вами современные девочки, да, и чтобы телефон у нас был всегда заряженный, мы могли там смотреть и мультики, читать книжки и, может быть, даже и работать. Сейчас, кстати, есть такие классные пауэрбанки у меня вот такой, но там очень важно по амперам смотреть, потому что там от определенного количества амперов их не проводят. У меня она такая большая, здоровенная, я от нее и компьютер могу заряжать, этот ноутбук у меня такой, и телефон, соответственно, это реально очень удобно, потому что надо смотреть, насколько много эта банка может отдать, потому что не все могут заряжать компьютеры, это надо у производителей спрашивать, но мне это прям супер штука понравилась, что это прям, ну, очень удобно. Дальше у нас с вами идет пара любимых игрушек для ребенка, чтобы его отвлекать, потому что понятно, что все эти переезды и транспортировки это, конечно же, в первую очередь стресс. Дальше документация, соответственно, я думаю, тут не надо объяснять, что паспорт, медицинские там справки, страховки, контакты педиатра, который должен быть у вас вообще в идеальной связи, если вы куда-то летите, несколько сосочек, если вы их используете, жаропонижающие, обезболивающие суспенсии, ну, там всем известный процитамол, да, потому что от температуры там, или может быть от какой-то травмы, ребенок у нас с вами не застрахован, к сожалению. Ну и в заключении, наверное, какой-нибудь слинг или эрго-рюкзак, если вы уже умеете этим пользоваться и к этому приноровились. Не надо это брать, пожалуйста, если вы еще этим не пользовались и подумаете, что я к этому садаптируюсь и в отпуске обучусь этому всему делу, не надо. Это история достаточно сложная, и мало того, ну, не всем детям нравится во всей этой истории кататься. Также давайте сейчас на экране вывесим чек-лист, что должно быть в чемодане. Действительно рекомендую за скриншот для себя и сверьтесь с этим списком. Списочек реально очень хороший. И вообще, вот в заключении данного видеоролика хочу сказать, что, ну, путешествие с ребенком, в особенности на первом году жизни, эта история такая достаточно сложная. С одной стороны, это может быть, ну, каким-то реально очень классным опытом, после которого вы еще лучше и системнее начнете организовывать свой быт и будете лучше понимать своего ребенка. Но, с другой стороны, это может реально превратиться в очень страшный стресс, и вы после этого еще потом 10 тысяч раз переплюетесь и подумаете, что лучше я пожду, когда ему будет 3-4 года, и потом уже буду путешествовать. В любой непонятной ситуации я вам здесь не указ и не приказ. Если вы его-то видите, чувствуете и вам хочется, используйте те чек-листы и информацию, которую я вам даю в контексте своего канала, и тогда путешествие будет максимально комфортным и приятным. На сегодня у меня все. Если вам понравился данный видеоролик, пожалуйста, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой YouTube-канал. Но если хочется посмотреть что-нибудь еще, то сейчас у вас на экране появилось еще два моих прекрасных видеоролика. Всем пока!